В Национальном музее сковороды рады каждому гостю встречают караваем и украинской народной песней. Посетители парка непременно напоят особенным чаем с чабрецом. По бабушкиному рецепту. Целющий чай, потому что он травяный. И хотя жарко или холодно, мы пьем этот чай, и он нас прохолодживает влитку, а в зиму он нас согревает. Предлагают туристам и самые разнообразные сувениры – сковородиновский мед, обереги для дома и даже кору 700-летнего дуба, под которым сковорода и работал, и отдыхал. Правда, в последнее время посетители отдают предпочтение национальному колориту. В музее сковороды придумали новую экскурсионную программу с квестами. Каждый посетитель сможет в игровой форме узнать о жизни и творчестве философа и испытать на себе систему оценивания знаний, которую он использовал. За символическую стоимость каждый желающий может сфотографироваться в украинском национальном костюме. Часть вырученных от фото денег передают музею. Усадьба, в которой Григорий Сковорода провел последние дни своей жизни, больше 40 лет назад стала музеем. В 2008-м комплекс получил статус национального. Главный экспонат – комната философа. Здесь он жил и сюда пришел умирать. После путешествия Сковорода сам вырыл себе могилу и устелил ее дубовыми листьями. Затем пришел в комнату и переоделся в чистую одежду. Зажег свечу, лег на кровать, а вскоре умер. Легенды о философе появляются и после его смерти. Паня, которая жила на тот час в маэтке, утверждала, что когда она гуляла этим парком, то, как будто ее переследовал привод Сковороды. И она требовала, чтобы могилу перенесли где-то в другую сторону. В принципе, так и сталося, хотя только через 20 лет после его смерти. Посмотреть, как жил выдающийся философ, педагог, музыкант и писатель Григорий Сковорода, приезжают не только харьковчане, но и иностранные туристы. За прошлый год здесь побывали больше 40 тысяч человек. Теперь посетителей, а значит и доходов, стало вдвое меньше. Не хватает денег на культурные объекты и в бюджете. Для того, чтобы вывезти детей за межи школы, звичайно, есть проблемы. Но мы надеемся, что это все владеется и будет как-найкраще. Но вместе с тем, стало больше к количества отведающих в приватном порядке. Приезжают люди на веселье, приезжают люди на сребное веселье, приезжают люди святать будь-якие свята. Очень приятно, что сейчас очень много людей. Я понимаю, что в лучшем разе тот процент, который лишает турист, складывает 10%, возможно 15% от реальных потреб каждого заклада. И поэтому государство и дальше будет включаться и вбивать, и помогать. Накануне яблочного спаса 16 августа в музее Григория Сковороды состоится яблочный пленэр. Из фруктов создадут композиции и арт-объекты. А также гости смогут приготовить яблочные сладости, послушать музыку и поэзию. Ирина Захаренкова, Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив».